Здравствуйте, дамы и господа! Рад вас приветствовать на сегодняшней встрече, посвященной компании SkyWorld Community. Пожалуйста, отзовитесь в чате, напишите, где вы в Мирафолисе или в Ютубе, как слышно. Пожалуйста, буду знать. Напишите плюсики, можете поставить, если меня слышно, и восклицательные знаки, если меня видно. А если ничего, то полностью на ваше усмотрение. Ну, я надеюсь, что всё хорошо. Проверяйте ваши системы. Ага, отлично. Вижу, вижу. Добрый вечер. Слышно, видно. Потрясающе. Спасибо, друзья. Очень радостные новости, дамы и господа. Уже, уже они подходят к нам, они уже стучатся, потому что очень-очень скоро объявят, когда же будет переход на завершающий, пятнадцатый этап нашего прекрасного проекта инновационных экологических технологий, а конкретнее первого, самого земного, понятного и актуального на данный момент технологии Анатолиева Эдуардовича Юницкого. Именно транспортные технологии. Потому что транспортная революция именно в наших руках. И сейчас мы находимся где-то вот почти посередине этого красного расстояния, потому что четырнадцатый этап, все его подэтапы подходят к завершению. Сделано невероятное количество потрясающих работ. Конечно же, заходите на официальный сайт, просто посмотрите новости, посмотрите предложения, так скажем, которые сейчас уже представляет наша компания. Кроме того, что она делает и реализует уже проекты, причем уже не первый год, так скажем, так кроме этого уже есть и предложения наши личные, собственные от нашей компании разработки, как улучшить тот или иной регион. И они действительно фантастические. Я насчитал более двухсот километров разных маршрутов и пассажирских, и грузовых. То есть, дамы и господа, у нас транспортная система наша, транспортная инфраструктура, можно сказать, заработала. Заработала, она начинает строиться во все направления, она начинает расширяться, масштабироваться, и мы, конечно же, расширяемся вместе с ней. Особенно сейчас такое потрясающее время, только, только, только происходит наше весеннее равноденствие, сейчас наполнение новых энергий, новые возможности, поэтому, пожалуйста, не упускайте эти новые возможности, развивайтесь, интересуюсь, изучите наш проект, изучите, что происходило в 21-м году, в 22-м году. Интервью с Анатолием Юницким, это будет самая-самая актуальная и официальная информация. Вы можете найти ее на Ютубе, поскольку за час у нас не получится передать абсолютно всю информацию от меня к вам, поэтому самоизучение обязательно и приветствуется. И на Ютубе вы сможете найти это на официальных каналах Анатолий Юницкий, либо UST Technology, либо SkyWorld Community на наших вебинарах, которые проводятся на множестве языков в разных странах мира, на всех континентах. Дамы и господа, стоит только поинтересоваться и перед вами раскроется огромное количество информации о том, насколько серьезная трансформация сейчас происходит с технологией, а точнее с транспортом. Мы сейчас создали уже транспорт будущего, он уже становится транспортом настоящего, потому что первые трассы, первые заключенные так скажем договоренности и при том в разных странах, именно в разных уголках нашей планеты, то есть технологии будут широко использоваться в своем разнообразии не зря в течение 14 этапов мы так много разрабатывали, так много расширяли и имеем настолько гибкую так скажем возможность выбирать и быть полезными абсолютно в любой части нашей планеты, потому что эти транспортные системы действительно смогут изменить облик, облик жизни человека и облик того, как мы проживаем в наших городах. Конечно же, техногенная цивилизационная развилка, если вы наберете это название на ютубе, вы увидите небольшой фильм, который заставит вас задуматься, задуматься о том, как живет человечество, и что оно всего лишь одна семья, один вид из 12 миллионов видов живых организмов, которые нам хорошо известны. И мы с вами решаем, поскольку мы одни из самых влиятельных, как будет развиваться вся биосфера, частью которой мы являемся. Но наше детище, технология, техносфера, она, к сожалению, делает не только пользу. И от нас сейчас зависит, от людей, какая будущая технология будет процветать на нашей планете. Экологическая или разрушительная, вредоносная, которая со временем просто уничтожит биосферу, а следовательно и нас, потому что мы являемся частью этой биосферы. Поэтому, дамы и господа, стоит задуматься как минимум о том, что сейчас у людей есть возможность, у каждого человека есть возможность на это повлиять. И с помощью технологий, которые предлагает Анатолий Эдуардович, вся серия его технологий Экомирс, которые вы можете ознакомиться на сайте unitsky.engineer, unitsky.engineer. Вы сможете узнать, что целая серия технологий уже подготовлена для того, чтобы мы жили с вами здесь на Земле в полной экологии, никак не вредили биосфере, а следовательно и вся флора и фауна будет развиваться вокруг нас, и мы тоже вместе с ней ничего не будет разрушаться, и в этом нам помогут именно инновационные экологические технологии. Весь Экомир, за который Анатолий Эдуардович уже получил премию мира, такую достаточно серьезную награду, то есть признали его технологии научным сообществом, это же можно просчитать, это же можно проверить, и не только тот первый проект, от которого так много радости, что мы подошли к завершению его, последний этап уже остался, так и все остальные технологии, такие как экодома, экопоселения, линейные города, производство гумуса, то есть плодородной почвы черноземного типа, производство чистой электроэнергии из сланцев планеты и бурого угля, плюс, так скажем, наша природная химия, и более чем на 5000 лет у нас будут чистые источники электроэнергии, вакуумное стекло, и конечно же космические разработки, то, что предлагает Анатолий Эдуардович в космосе, и то, над чем работают уже более 40 лет, буквально полгода назад в сентябре я присутствовал и был волонтером группы организаторов на всемирной конференции по безракетному освоению космоса, это, это надо было видеть, дамы и господа, это просто чудо, какие люди, насколько серьезные ученые принимают участие в развитии планетарного проекта, который будет более чем на 10 стран, около 20 стран будут в него включены прямо, прямо, еще какие-то косвенные, то есть это огромное технологическое движение, которое успешно реализует Анатолий Эдуардович Яницкий, и теперь каждому человеку придется сделать выбор, потому что либо мы будем продолжать в некоторых местах использовать те же технологии, либо выкидывать мусор на улице, либо в будущем, когда вся сортировка сможет у нас сделать вторичную обработку, не будем делать сортировку, то есть у каждого человека есть выбор, насколько осознанно он проживает и что остается после него, вот он пожил где-то сутки, или месяц, или год, или жизнь, и что после него осталось в том месте, где он был, об этом конечно же стоит задуматься, потому что я думаю, что большинству людей, если прям вот спросить и не задумываясь, они подумают, было бы здорово, чтобы после меня осталось что-то хорошее, что-то полезное, чтобы мир как-то развился, чтобы ему было лучше, комфортнее, легче, приятнее, то есть положительный эффект, и от каждого нашего выбора, каким транспортом мы будем пользоваться, захотим мы купить двигатель внутреннего сгорания, и либо электромобиль, с учетом каких-то может быть недостатков, каких-то плюсов, но этот переход, когда не просто так, а со смыслом, он сейчас происходит во всех направлениях, и то, что такая планетарная технология, можно сказать, которая начата и развивалась в эпоху нефти, эры, и она дошла до 15-го этапа развития, у нас есть свои сертификационные центры, транспорты, трассы, сертификаты, первые проекты, и уже пошли строительство первых проектов. Дамы и господа, я вас поздравляю, потому что мы справились с этим, и очень интересно, что у нас ушло на это меньше 10 лет, потому что на авиацию больше сотни ушло, сколько ушло на железную дорогу, чтобы она вошла в свой обиход. Так что скорость развития и направление, в которое мы стремимся, это достойно того, чтобы потратить на эту часть своей жизни, уделить часть своего времени, потому что мы то, что мы делаем, мы то, что мы думаем, и в данном случае мы создаем рай на планете, мы создаем полный комфорт и изобилие здесь. Так же, как и Sky World Community дает абсолютно любому человеку возможность заниматься созидательной деятельностью, развивать инновационные экологические технологии. То есть, где ни посмотри, у вас полная свобода решать, как вы будете поступать с этой информацией, но у вас есть огромное количество возможностей использовать эту информацию как во благо себя, так и во благо других, и при том, что одно без другого никак не получится, нельзя будет сделать благо себе и не сделать благо миру. Так и развивается большинство проектов подобного рода, которые делает народ для себя, для народа. Но, конечно же, ничего бы этого и не было без нашего предводителя, без нашего генерального конструктора и инженера Анатолия Эдуардовича на 24 минуты, где абсолютно простым языком, но уже более глобально, не только про наш транспорт, а про общее количество его технологий, но и о транспорте очень-очень подробно тоже, прям в формулах, прям в цифрах, очень просто и очень понятно, что происходит с нашей планетой и что происходит с человеком от того, как он сейчас живет, какие ключевые факторы и что можно в этом поменять. Поэтому, дамы и господа, пожалуйста, это одно из лучших видео, которые полностью покажут вам масштаб, масштаб мышления данного человека, его знания, подкованность во многих сферах и то, насколько, насколько он понимает, как мы можем исправить ситуацию. То есть, что необходимо предпринять для того, чтобы не продолжало становиться хуже, это и так понятно. А вот что делать, чтобы было хорошо, именно это и он и представил. И этим пронизан все его работы. Весь эко-мир, целая серия технологий дает человечеству возможность действительно беззаботной жизни, не то, что на десятилетия вперед, на сотни лет вперед. То есть, на сотни лет вперед у человека разработаны концепции и сами технологии, которые эту жизнь поддерживают. Причем, не только на Земле, но и в космосе. И, следовательно, огромная работа ведется и в тех местах, где на нашей планете достаточно тяжело находиться, либо проявлять какую-то пользу. Например, в арктических зонах, где очень много ресурсов, огромные пространства, но без транспорта или иных технологий Анатолия Эдуардовича этот регион практически не востребован. То есть, этот человек действительно знает, как разумно работать с нашей планетой. Не просто использовать ее, а жить сообща для того, чтобы мы друг другу давали только лучше. Конечно же, интересуетесь новыми рекордами USD. Заходите на наш главный веб-сайт SkyWorld Community и прочитайте последние новости. Самая короткая информация, самая эффективная выжимка, либо видеодайджест. Все это вы сможете найти на официальном канале, либо обратитесь, пожалуйста, к тому человеку, который пригласил вас на этот вебинар. Либо, пожалуйста, пишите мне в конце презентации, либо вы сейчас в чате можете найти ссылки на видео, о которых я говорю сейчас, и посмотреть их, либо, точнее, и там же будет моя корпоративная почта, чтобы вы могли связаться со мной, если вам не с кем больше связаться, чтобы понять, как использовать информацию, которую вы получаете сейчас на этой встрече для вашего пользования. Ну, и в связи с этим давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из Латвии, из города Даугавпилса, мультинационального и мультирелигиозного. И я всегда старался делать этот мир лучше, старался, чтобы после меня всегда оставалось немножко лучше, чем было. Сделал так, чтобы всюду, куда стопает моя нога, что-то, но процветало. А желательно, конечно, все. И в этом стремлении я начал делать работу и по городу, и по стране, и по нашему континенту, и в какой-то момент начал интересоваться и всей планетой, потому что понял, что локальные изменения быстро съедаются рутиной, которая на соседних локациях осталась таковая. Поэтому я понял, что необходимо менять планету, и чтобы это закрепилось, в глобальном смысле. И, конечно же, самое разумное из этого мне показались инновации. Поэтому я начал изучать, какие же инновации сейчас проходят, как объединяются люди, что они создают. И наткнулся на то, что люди действительно объединяются, но гораздо мощнее, чем я себе мог представить. Потому что огромное количество людей с разных уголков планеты уже более 20 лет с помощью интернета объединяются в общих проектах под названием краудинвестинг, народное финансирование. Когда люди объединяются, чтобы сделать что-то очень полезное, очень необходимое для всего человечества, для всех людей. И такие проекты, как оказывается, имеют очень-очень большую эффективность, потому что инвестирование получают только те, которые действительно необходимы, которые действительно несут какую-то важную пользу. И это не просто продавлено маркетингом или проплачено, когда проект стоит миллион, а еще нужно миллион-полтора для того, чтобы его как-то на рынок продвинуть с таким изобилием в нашем потребительском обществе. Здесь все по-другому. Здесь именно сама идеология, сама польза, которую приносит то изобретение, услуга, то есть товар или услуга, именно это и является главным мотиватором. Сделать что-то хорошее, сделать мир лучше. Сделать чью-то жизнь проще. И свою тоже. Именно в подобных проектах я заинтересовался и изучил множество, но нашел несколько самых актуальных, из которого выбрал самый важный, самый перспективный и самый полезный. И это, конечно же, была технология Анатолия Эдуардовича Юницкого. Наш транспорт. И сейчас, спустя несколько лет, спустя шесть лет, я вижу, что мы завершили этот процесс. Когда я узнал о данной технологии, еще ни один транспорт не ездил, были только первые трассы поставлены. Наверное, первых две или три в шестнадцатом году. И как я был удивлен, когда я увидел первый раз, как это едет. Потому что ощущение было понятно, да, мы сделаем транспорт будущего. Интересная мысль. Но вроде все читаешь, смотришь, ну да, вроде все реально. Испытания проводились в городе Озера. Да, транспорт едет, погонный метр меньше ста килограмм, выдерживает больше десяти тонн нагрузки. Да, действительно, очень интересно, ажурная конструкция как-то так работает. А потом уже сразу оказался один транспорт, и он поехал, и второй, и третий, и новые трассы, и четвертый, пятый, шестой, и снова новые трассы, и грузовые. И сейчас их семнадцать видов. Семнадцать видов транспорта в общем целом у нас есть. И более семи видов трасс. Часть из них, большая часть, сертифицирована. И потому, что уже сертифицирована, даже при том, что проект еще не завершен. Те, кто в ближайшие годы серьезные страны и потенциальные заказчики наблюдали, очень-очень тщательно наблюдали за тем, как происходит сертификация, и уже сейчас, до завершения, до даже, уже еще четырнадцатый этап, а мы уже строим первые адресные проекты. Уже идет работа, уже около десяти проектов. Это неофициальная информация, я себе так представляю, потому что, если в конце прошлого, не двадцать первого, двадцать первого, точнее, года, было уже четыре адресных проекта, которые пошли в работу, в этом году, точнее, в двадцать втором году, уже, я думаю, что тоже не меньше четырех раз у нас еще больше работы, и уже пошел новый год. То есть, если так чисто арифметически по чуть-чуть сложить, то я думаю, что около десяти проектов уже идут. Вы должны понимать, что какая-то часть может уже строиться, какая-то часть работы может только, например, предварительная работа. То есть, когда нужно сделать полный расчет по местности, чтобы предоставить полную цену. То есть, например, я хочу сотрудничать, мы хотим сделать трассу, но сколько это будет стоить, также непонятно. А у вас общая длина? Какую вы хотите скорость, среднюю, какую максимальную? А как близко должны быть станции? То есть, от этого всего будет меняться цена. И вот эти предпроектные работы, они тоже запущены, но это тоже уже, так скажем, стадии реализации адресного проекта. Поэтому эти процессы запущены и очень радостно, что у нас уже есть производство. То есть, настолько разумно продумал Анатолий Эдуардович весь наш проект, что сейчас с помощью компании SkyWorld Community мы, кроме того, что себе огромную пользу делаем, так мы еще и практически завершили полноценную компанию, если даже не группу компаний, практически корпорацию, в котором есть уже три завода, уже огромное количество сотрудников, уже наработки и уже очень скоро у нас будет первый адресный проект, как Анатолий Эдуардович и обещал. Кто присоединился чуть раньше, видел видео, которые я презентую, презентовал, это как раз одни из последних видео перед Новым годом и самая последняя информация, которая была. Просто потрясающая работа ведется уже на официальном уровне и уже нам оглашается, то есть она становится, работа уже, видимо, идет до такого уровня, что ее уже можно будет в скором времени оглашать, то есть уже никто ничего не сможет испортить. Вот, а такая несколько лет назад такая, так скажем, проблема однажды была, поэтому сейчас полная конфиденциальность и, как я знаю, например, с объединенными Арабскими Эмиратами, прежде чем они, никто не может объявить о их адресном проекте. То есть это сначала делает сторона заказчика, это прописывается в контракте, и это достаточно разумно, потому что это правильные маркетинговые ходы и правильное движение, так скажем, как представить и презентовать. Это же инновация, это же ноу-хау такое, новый струнный транспорт. Хотя сейчас смотришь, как он выглядит на визуализациях даже просто, и спустя столько лет кажется, что, да, нормально, да, пора бы уже, уже было бы здорово 10 лет назад, уже принял, мозг, тело приняло, что, да, скоро будем летать над городом вообще без проблем, по канатам, как кто-то говорит. Нет, по нашей струнной технологии. Но, дамы и господа, кроме струнной технологии, конечно же, я бы хотел, чтобы вы не упустили информацию о том, что именно Sky World Community, именно это сообщество, в котором уже более 500 тысяч человек из 220 стран и регионов мира. Вся планета объединилась через интернет, чтобы реализовать первый проект Анатолия Эдуардовича Янистского, струнный транспорт, транспортную отрасль. Но, как же много может предложить сама компания Sky World Community? Это и дополнительный доход, и финансовую независимость, и собственный бизнес, и свободное время, и личностный рост, и помощь другим, и новые знакомства. Это все получается от сотрудничества с нашей компанией, потому что у нас есть и обучение, есть огромный штат работников, огромное сообщество во всех странах, и это действительно можно сделать своим бизнесом, своим дополнительным доходом, то, как вы решите. но на созидательной деятельности, на развитии инновационных экологических технологий. Ну и, конечно же, последних три пункта. Если вы желаете уйти с работы и необходимость есть другой работы, это возможно. Если у вас есть желание оставить наследство, это тоже возможно по данному развитию, по данному проекту. Оставить наследство своим будущим поколениям, то, скажем, серьезную подпитку. И это тоже возможно. Ну и, конечно же, если вас, как и меня, волнует и заботит будущее всей нашей планеты, всего живого, не только человечества, а всего живого, частью которого мы являемся, то, конечно же, эта технология, а более того, скажу, этот ученый, это для вас будет большой находкой. потому то, как он мыслит, то, какую работу он уже проделал, дамы и господа, это великолепный труд всей жизни, который, можно сказать, раздается, дарится абсолютно всему человечеству, абсолютно всему живому. Но только человечество может это осознать, принять и воплотить. У нас прекрасно получается. Пятнадцатый этап практически на носу, поэтому считаю, что мы успешно справляемся. Поэтому продолжаем. Дамы и господа, ведь мы самые влиятельные на этой планете. Восемь миллиардов человек, восемь миллиардов человек, которые терраформируют, можно даже одним словом, как глагол английский, меняют нашу планету. Мы меняем нашу планету под себя, но мы меняем еще нашу планету в те направления, которые не понимаем, не замечаем, не знаем, возможно. Но сейчас с учетом интернета, с учетом объединений, с учетом такой возможности, что мы можем находиться с вами в тысячах километрах друг от друга. Я, например, сейчас в Рейкявике, в Исландии, вообще вдалеке, на север от континента. Поэтому, но мы можем находиться в одном пространстве, в одном виртуальном пространстве, находиться в одной комнате и передавать друг другу знания, передавать информацию. Конечно же, вы можете написать свои вопросы, вы можете задать вопрос и получить на нее ответ. Поэтому, дамы и господа, это будущее, мы живем в этом будущем. И, конечно же, мысль о том, что мы должны, должны ли люди гибнуть на дорогах? Нет. Должны ли люди получать какие-то увечья на дорогах? Нет. Должно ли дорого стоить хорошее качественное перемещение? Нет. Почему должно? Нет, не должно. Вот такое ощущение, что Анатолий Эдуардович все эти вопросы как будто и так знал, что не должно, а просто взял и по логике, что необходимо, чтобы переместить что-то или кого-то, груз или пассажира, из точки А в точку Б. и он взял все знания научные, которые есть, для того, чтобы создать наилучший вариант этого перемещения и взвесив его, что очень четко описывается в его последних фильмах, либо в серии видео струнные транспортные системы на Земле и в космосе, мне кажется, семь частей, там очень четко объясняется, как Анатолий Эдуардович пришел к этой вроде бы элементарной, но гениальной мысли, как по струнам с минимальными затратами времени, землятвода, ресурсов планеты делать колоссальный полезный труд максимально экономично и полностью экологично. Конечно, в нефти эру необходима очень интересный незаурядный ум, чтобы задуматься именно об этом, но с самого детства наш генеральный конструктор видел и наблюдал нашу планету, любил и ухаживал за ней и понимал, наблюдая за тем, как технология влияет на окружающую среду, понимал, что что-то не так и изучив все эти отрасли, начал разрабатывать решение этих проблем. И, дамы и господа, сейчас мы настолько мощны, как народ, что мы можем, внимание, мы можем создать новый вид транспорта для всей планеты. и это полностью уверен, мы это уже сделали, то есть мы на 14 этап сейчас заканчиваем и у нас останется последний 15, мы уже это сделали, но представьте, насколько ни какое-то государство, ни крупная корпорация, ни банки, люди объединились и создали одну из важнейших инфраструктур, которые нам необходимы, самим людям, без всякой коммерции, без всякого меркантилизма, то есть технология максимально экономичная для использования для нас, для людей, она будет также максимально экономичной. Почему Анатолий Эдуардович никому не отдал данную технологию, например, объединенным Арабским Эмиратам, либо другим странам, которые предлагали полностью профинансировать, но за 51% компаний. Вы представляете, сколько бы стоило перемещение и как бы мы вообще использовали данную технологию транспортную если бы у нее получается она экологичнее всего, она безопаснее всего, она быстрее всего в своей логистике и получается она должна стоить дороже всего, а она наоборот стоит дешевле всего. Это, конечно, у многих не может войти в, так скажем, в понимание, но Анатолий Эдуардович именно к этому и стремился. Он делал технологию без запланированного устаревания, как у нас сейчас модно в потребительском обществе на сотни лет, на века без капитального ремонта, как заявляет Анатолий Эдуардович. То есть, мы с вами создаем технологию из нового мира, из будущего, как его сейчас называют, инженер нового мира. Почему? Потому что ценности, какие, преследуются, если сравнить то, как сейчас создается телефон, и как он создается с учетом того, чтобы через год мы покупали новую модель или через полгода новую модель, потом каждый месяц будут, если бы они могли каждый месяц нам продавать новую модель, бизнесмены, так скажем, то они бы это делали. Вот, посмотрите, что делает Анатолий Эдуардович. Он создает технологии, которые будут служить, служить жизни не только какую-то пользу и при этом вред, а именно полное служение жизни, только приносить пользу. И я понимаю, что у него прекрасно получается. То есть, он понимает эту систему и если делать его технологии, то за минимальное количество ресурсов и за минимальное количество времени мы будем создавать вокруг себя стабильный комфорт, потому что автоматизация наших компьютеров, наши искусственные интеллекты и закрывающие технологии, если в общем копии, то есть, те технологии, которые делают что-то за нас. Например, наши роботы, искусственные интеллекты, наша автоматизация готова забрать у нас огромное количество задач, которые просто рутинные, рутинные, неинтересные, они вот стабильные, одинаковые, не знаю, гнуть шуруп, гвоздь, чтобы получался такой, не знаю, как кронштейн или как это назвать. То есть, все можно сейчас автоматизировать. Сейчас, когда путешествовал, был на заводе, в котором работало, по-моему, 100 человек, ну, там, чуть-чуть меньше, 90 с копейками человек, а сейчас работают трое. И на заводе свет выключен. И ты заходишь, нужно, чтобы посмотреть, свет включить. А потому что все в роботизированных линиях. Все. Теперь этих три человека просто следят и прибираются там на данном заводе. Остальные 90 плюс были сокращены. Конечно, это есть проблема в сокращении, но стоит ли человеку делать одно и то же действие 12 часов? Это ли творческая жизнь творческого существа? Или, наверное, дать себе, так скажем, маленький подзатыльник и заняться чем-то более творческим? Что-то, что мы можем создавать, более разумное использование времени нашей жизни. Конечно же, мы можем это сделать более творчески. Мы же часть творца, мы же творцы, мы же творим, создаем. Поэтому вся рутинная работа, но тут смотрите, и вся опасная работа, ее можно будет передать там, где, так скажем, робот справится или какой-то искусственный интеллект. То есть огромная часть деятельности, информационной деятельности, статистической, все это можно передать, можно освободить время нашей жизни для того, чтобы жить, творить, созидать, процветать. Например, транспорт. Как много времени мы тратим в транспорте? Насколько эффективным мы должны быть в транспорте? То есть наш слух, наше зрение, наше внимание, как много энергии мы тратим, когда мы едем куда-то? Ну, и просто представьте, в скором времени мы будем набирать на телефоне, так, нам нужно сюда, поехали. Мы подошли к станции, зашли в транспортное средство, которое приехало для нас и наших, так скажем, и людей, которые вместе с нами хотят путешествовать. И все, мы свободны, мы хотим, общаемся, хотим, отдыхаем, хотим, позвоним знакомым, хотим, поработаем, можем поучиться, можем прикорнуть и отдохнуть, если у нас долгий путь, либо наслаждаться с высоты птичьего полета нашей прекрасной планеты. Ну, разве это не прекрасно? Я считаю, что прекрасно. Я уже очень хочу увидеть этот мир именно просто прокатиться пару раз от начальной станции до конечки на подобном виде транспорта. Конечно же, я катался на разных видах транспорта, на разных видах трасс и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах, но хочется именно увидеть, как восхищаются люди тем, что мы создали. Как им здорово, как они счастливы, как им радостно. Понимать при этом, что много они еще не понимают, насколько это экономично, насколько это чисто для них, насколько это здорово, насколько это безопасно для этих людей, которые стоят вокруг тебя. То есть это ощущение, я его себе представляю, и я понимаю, что оно скоро осуществится, оно уже внутри, почти настоящее. И, конечно же, с учетом того, как в 21-м году я прочувствовал уже в Объединенных Арабских Эмиратах трассу, какая уже была скорость, какая плавность хода, то есть на каком уровне с последнего приезда и сейчас это фантастика. Мы действительно сделали люксовый транспорт, потому что у него плавность хода будет лучше, чем у Мерседеса бизнес-класса. И, так скажем, мы с вами используем лучшее, что есть на нашей планете. Хотя это простейшая технология из всех технологий Анатолия Эдуардовича. Поэтому, дамы и господа, прошу в гости на сайт unitsky.engineer познакомьтесь с этим Леонардо да Винчи нашего времени, потому что то, как он много жизни вложил в свои технологии никто не вложил. И это вы прочувствуете, как только соприкоснуетесь с этим. Давайте познакомимся же с этим транспортом чуть поближе. Ведь надо же почувствовать, как это ездить в таком прекрасном транспорте. Но главное, что мы приобретаем? Мы приобретаем абсолютно, как я сказал, во всей технологической сфере Анатолия Эдуардовича, во всем акомире. Прослеживается одна и та же философия. Мы живем с нашей планетой, с нашей природой сообща. То есть мы друзья, мы дружим, мы друг другу помогаем, мы друг другу не вредим, мы пользуемся благами, без преувеличения этих возможностей, так, чтобы действительно везде, где ступала нога человека, все процветает. И сейчас с помощью технологии Анатолия Эдуардовича в Мариной горке в Белоруссии ты видишь, как процветает этот парк, насколько он развивается, при том, что рядом была и стройка, и дорога, и проект, но при этом все вокруг цветет и пахнет. То же самое и в Объединенных Арабских Эмиратах. Вы идете по жаркой пустыне, очень жарко, этот песок, и вроде так кажется достаточно мертвая, безжизненно выжженная такая земля, но ты поворачиваешь голову и понимаешь, что стоит наш эко-дом, первый экологический деревянный дом с разрешением именно только Анатолию Эдуардовичу разрешили построить такой. Здание, которое полностью в зелени вокруг и внутри, то есть маленький оазис. Ты заходишь внутрь уже в первую часть, это еще наружу дома, то есть растения принимают на себя температуру, можно сказать, являются системой освежения воздуха, как такое и снаружи, и внутри, то есть температура вся входит именно в растение, цветение процветает, а под растением, то есть под лианами широкими, под деревьями, под листьями хорошая температура для флоры, фауны и самого человека. Там так много птиц, слышишь, как птицы поют, прям что пустыня вокруг, а заходишь внутрь, птички поют, слышно журчание, тут рыбки плавают, улей, цветы, невероятный запах, все цветет, ну действительно рай, действительно этот человек на планете нашей разработал и сейчас строит рай, поэтому стоит туда обязательно прорваться, увидеть это, вот, либо хотя бы на видео посмотреть, как это здорово выглядит, как это потрясающе, так скажем, ощущается. Ну, и это видно, действительно, все технологии подобные, самые оптимальные, самые эффективные, самые безопасные. И понятно, что было время у человека нарастить такое, так скажем, такую экспертность, такую мудрость и разум для того, чтобы создавать настолько серьезные технологии. Более 150 изобретений, более 200 научных работ, более 20 монографий, так скажем, создал этот гениальный ученый и то, как он представляет сейчас технологии космического порядка, дамы и господа. Наш струнный транспорт очень прост, очень прост по сравнению с тем, что разрабатывает этот гениальный ум. Поэтому поинтересуйтесь, пожалуйста, серией технологий Экомир. Мы уже подходим к завершению 15, ну, точнее, к завершению нашего проекта. Скоро 15 этап. Это конечный завершающий этап. Но на этом все не остановится. Будет и производство гумуса, и производство чистой электроэнергии, и вакуумное стекло, и экогорода, и линейные города, и ОТС, и Кио. Поэтому, дамы и господа, интересуйтесь, пожалуйста, это только начало. Это только начало, потом придется учить больше, и изучать, если сейчас не поинтересоваться. И будет уже много. Потому что 6 лет лично я изучаю то, что делает этот ученый, в течение в течение всей своей жизни. Я понимаю, что мне нужна еще жизнь, чтобы хорошенечко разобраться в тех гениальностях, которые он придумал. Но я увижу, что есть вариант, что я скорее увижу это в реальности, когда он это создаст, реализует в материи. Потому что все проекты, огромная часть проектов, так скажу, еще 5 лет назад я об этом знал, что часть проектов и другие краудинвестинги уже спланированы и готовы. То есть они будут по мере того, как это будет необходимо, по мере того, какая у нас, так скажем, финансовая система и в мире будет, какое финансовое положение, как это будет сделать, гораздо разумнее. Но то, что все технологии будут народными, для народа. У Анатолия Эдуардовича огромное количество возможностей было продать свою технологию, и одну, и другую, и третью, но он сделал свой выбор и хоть и дольше, но он дарит нам целую транспортную, планетарную инфраструктуру, потому что мы сможем пользоваться ей свободно. Она изменит жизнь каждого человека и изменит жизнь всего живого на нашей планете. Здорово, здорово, что мы вместе, здорово, что мы объединились каждое свое время ведь мы сейчас, к данной секунде создали огромнейшее производство уже, то есть огромнейший штат. Мы прошли более 20 международных выставок, много маленьких, огромное количество презентаций. Я думаю, десятки тысяч презентаций нашего проекта, нашей технологии прошли по всему миру. и приятно смотреть, что это не просто какой-то концепт или не просто идея или теория. Нет, посмотрите, перед вами фотографии. Мы работаем на мощнейших компьютерных, мощнейшие операционные системы и программное обеспечение. То есть хай-тек 21 века, как называется. 3D experience от до South Auto. Работа происходит в 3D среде. Могут работать люди и специалисты с разных уголков планеты в одну и ту же секунду над одним проектом. Электронный документооборот, то есть полное экологическое движение как снаружи компании наших процессов и сути проекта, так и внутри работающей компании нашей Unit Skystream Technology. Мощнейшие компьютеры, мощнейшие умы собираются и уже такой достаточно мощный штат, при том, что тому, что делают у нас на нашем предприятии, этому не учат еще в, так скажем, в университетах или институтах. То есть какая-то часть этого, конечно же, есть, но то, что делает Анатолий Эдуардович, еще никто никогда не делал. Так сложить уже известные детальки настолько уникальным образом делаем именно мы. Поэтому специалисты, которые некоторые уже имеют около 7-8 лет, так скажем, опыта работы вместе с Юнистским, это действительно передового уровня специалисты, потому что мы создаем, так скажем, чуть ли не космическую продукцию по уровню. потому что эти транспортные средства не проще, чем авиация. Возможно, как говорится, где-то даже более технологичные. Но Анатолий Эдуардович все так представляет просто, что ну да, это же физика 7-го класса советской школы, что вы там придумываете. Все просто, главное разумно. Вот, и действительно мы видим, что абсолютно все ресурсы, которые пошли в компанию, настолько разумно были, так скажем, распределены, настолько была большая работа проделана сейчас в кризисное время, в 19-е, 20-е, 21-е год. Но тем не менее, мы просто впереди планеты всей, так скажем, нет у нас конкурентов, и Анатолий Эдуардович подчеркивает это, потому что никто сейчас не готов предложить подобные характеристики, подобные возможности. Тот положительный эффект, который принесет данное в трассу соразмеримо с любой другой уже известной трассой, это будет день и ночь. И, конечно же, главная задача, которая осталась сейчас, то есть, мы создали, мы уже строим, у нас уже есть производство, но у нас есть полный цикл проекта, это 15-й этап. По факту, не должны были проекты начинать до конца 15-го этапа, просто настолько актуальная, важная, желанная технология, что даже до завершения всего проекта, то есть, люди же понимают, проект еще не завершился, как раньше, вот, но проект еще в стадии развития, риски большие, тут вон, люди не ждут, когда завершится проект, а уже по существующему строят, кто-то мог бы сказать на свой страх и риск, не зря более трех лет многие страны следят за развитием нашей технологии, за сертификацией, потому что последние три года сертификация очень мощно шла, и это та самая задача, которая у нас сейчас осталась, на весь 15-й этап, закончить сертифицирование нашей транспортной отрасли. Я думаю, что можно, если так почитать, то около, так скажем, 80-90% нашей технологии уже готовы, именно эта часть ее и уже реализуется, строится, то есть то, что уже по полному законодательству, абсолютно официально, законно и подтверждено для возможного строительства, это уже идет. А наш 15-й этап это завершение, это то, как раз, так скажем, самые сложные задачи, самые дорогостоящие задачи, уже выход, подготовка, масштабирование, когда мы начнем строить на всю планету, это все включается в 15-й этап, в самый мощный, емкий, трудоемкий, тяжелый, но, как и предыдущие 14, мы прекрасно справимся с этой задачей, ведь более полумиллиона человек объединились и прошли уже такой огромный, огромный путь, дамы и господа, осталась лишь последняя частичка, последняя частичка сертификации, и мы с вами будем иметь новую транспортную отрасль, новую транспортную отрасль, которая придет и в существующие города, в мультимиллионники, где полная загазованность, нечем дышать и поможет в этом, где огромные пробки и снизилась, так скажем, средняя скорость передвижения, и там мы поможем, потому что с минимальным землеотводом в крупных мультимиллионниках, даже на этой маленькой частичке земли между полосами мы сможем поставить наши транспортные пути, наши опоры, анкерные либо промежуточные, со станциями, которые заберут на себя часть перевозок по городу, снимут нагрузку с той первой части, с того первого уровня, который имеет ограничение, который ограничен и уже переполнен, но кроме мультимиллионников, где у нас 20 плюс миллионов человек, конечно же и обычные города, где и миллион, где и полмиллиона, 100 тысяч и 50 тысяч, настолько гибкую технологию мы сейчас разработали и уже протестировали и просертифицировали, что абсолютно любой город на планете сможет удовлетворить именно свою потребность, либо это будет потребность в разных маршрутах, но очень дешевых с маленькой спросной способностью, либо это будут вообще деревни, которые, например, несколько сотен или несколько тысяч человек, и там нужен самая легкая трасса, не нужна большая дорога, очень дорого, а если построить нашу суперлегкую трассу, например, с использованием колтюбинговой трубы, специальное использование, то расстояние между промежуточными опорами сможет быть до двух тысяч метров. представляете, какое количество колоссальное ресурсов, времени, энергии, средств мы сэкономим просто тоже только на строительстве, а еще и на эксплуатации. Получается, абсолютно весь мир получит возможность использовать уникальную транспортную отрасль, которая по всем характеристикам лучше, чем традиционные транспортные отрасли. И это пассажирские транспорты всех разных видов. И 2, и 6, и 8, и 16, 18, 48, 25, сколько необходимо мест. Также они могут составляться в поезда, например, по 25 мест в одном, так скажем, вагончике, в модуле. И такой составной поезд из 7-8 вагонов, там 175-200 мест. То есть такой вагон может идти по трассе, например, Берельсовой и дать большой пассажирпоток. А такой Юнивинт абсолютно маленький, легенький, так скажем, в дачный поселок может как раз такой, либо в туристических местах прогулочных, либо Юнибус. Более серьезные, стоячие, либо сидячие, в зависимости от того, какая часть города это, либо это пригород, либо это маленький городок. Ну и, конечно, многосекционные, двух-трехсекционные, и, как я говорил, составные, Юникары, или то, что я ожидаю больше всего, это, конечно, передвижение высокоскоростного транспорта до 600 километров в час. До 600 километров в час, дамы и господа, мы сможем передвигаться между нашими городами, создавая наилучшие условия для того, чтобы процветать и жить. представляете, сколько один мастер, который теперь может за один день посетить не то, что соседний город, соседнюю страну, соседнюю столицу, даже, может быть, две, и вернуться в этот день домой, при этом затратив минимум ресурсов, потратив минимум времени, но количество пользы, которые специалист смог выполнить за этот день. Представьте, как разовьется торговье с такой скоростью, при том, что у нас будут общие транспортные сети, транснет, общая сеть, которой мы сможем передвигаться между странами, а в будущем и между континентами. Конечно же, это более всего заинтересовывает меня, потому что очень уж хочется быстро из Прибалтики добираться до Средиземноморья, потому что хочется иногда тепла, расширить сезон, так скажем, с весенней, вот, сделать его чуть-чуть длиннее, чем он в Латвии есть, например, и осенней. Я думаю, что каждый для себя тоже найдет способ, как использовать транспорт, который может переместить вас со скоростью 600 км в час в нужное вам направление. Но я уверен, это принесет нам очень много удовольствия и пользы. Ну а что же касается, кроме пользы, кроме того, что мы спасаем планету, дамы и господа, и позволяем, так скажем, случиться технологической революции, помогаем гениальному ученому создать новую транспортную инфраструктуру для всего живого, то есть она отнимет, не даст возможность пользоваться традиционным видом транспорта, потому что люди будут выбирать самое разумное и самое интересное, самое экономичное, экологичное, безопасное, легкоинтегрируемое и так далее. Это все о нашем струнном транспорте второго уровня. А остальные транспортные отрасли меньше будут пользоваться, тем самым будет меньше загруженность, меньше загрязнения воздуха, меньше аварий, меньше смертей, меньше разных болезней и так далее. То есть мы с вами кроме вот этой вот огромной пользы, которую мы принесем, мы еще с вами являемся совладельцами одного из самых крупных бизнесов в мире. Оказывается транспортная инфраструктура это физическая мощная перевозка, перевозка тонн и триллионов тонн. Это одна из самых дорогостоящих задач. и это является одним из самых прибыльных бизнесов в мире перевозки и особенно грузоперевозки. То есть транспортная инфраструктура сама по себе является огромным бизнесом. И смотрите как получается на наших добрых желаниях сделать этот мир лучше, более гибким, более безопасным мы еще являемся, становимся совладельцами самого крупного бизнеса в мире. Потому что эта транспортная инфраструктура за 21 век сможет построить около 20 миллионов километров дорог. Настолько это будет быстро, просто и востребовано. Кроме этого мы сможем за 21 век перенять на себя около 50% всего транспортного рынка. дамы и господа это невероятное количество грузоперевозок и оборот средств конечно же с ним. Конечно же и прибыли. Только представляете теперь для того чтобы перевести километр точнее тонну на километр либо как говорят 100 тонн на километр нам нужно будет потратить в десятки меньше раз энергии средств даже времени потому что наша транспортная инфраструктура делает это все гораздо быстрее выгоднее и разумнее так еще и мы не принесем всеми этими перевозками которых триллионы в нашем потребительском обществе мы не принесем вреда окружающей среде все будет безопасно и экологически чисто то есть представляете как с собой одно за другое тянутся польза и благо пытаешься сделать лучше для всех в итоге и тебе получается так что даже и планировать не думал что вот такое ни у кого не знаю как минимум у меня мысли ой они завладетели мне транспортным бизнесом у меня такой мысли никогда не было вот но я не откажусь от такого транспортного бизнеса конечно больше все равно меня интересует как быстрее прийти к тому чтобы распространилась данная транспортная система чтобы мы могли без пересадок путешествовать между стран вот это очень меня интересует но все же это потрясающе и я можно сказать я только об этом задумался анатолий эдуардович знал это десятилетия назад и он не зря сделал такую широкую ветку как трасс так и транспорта многие говорят вот зачем так много показали бы на чем-то одном и так далее это огромный транспортный рынок это то что мы представляем есть так скажем миллиарды и триллионы средств и у других так скажем стран и если долго все это делать некомплексно неразумно то часть всех проектов можно потерять и они станут антикоммерческими точнее именно коммерческими то есть они не перестанут они не будут нацелены на пользу для народа для человечества и для живого они будут становиться частью бизнеса если бы так скажем перехватил вот мы бы сделали только грузовой транспорт по нашей технологии быстренько бы склепали так скажем попытались склепать пассажирский транспорт то есть а здесь у нас все идет бок о бок и конечно же Анатолию Эдуардовичу поскольку одного из одно из его высших образований это патентное право и он занимался сертификацией знает как это проходит он разработал все таким образом чтобы все происходило максимально эргономично все в свое время все совместно сообща чтобы за минимальное время за минимальные средства сделать максимум пользы опять вся та же самая история что у нас получается и по итогу то есть видимо его мышление передается как мы обсуждали с членами правления компании за эти годы более пяти лет уже создалось поколение людей которая так скажем получила образование от Анатолия Эдуардовича которая увидела его технологии вслушалась в его аргументы посмотрела его исследования как что почему и теперь мы понимаем его мы понимаем почему это настолько важно как человек сквозь всю жизнь мог пронести такое количество технологий так много раз их пытались отобрать и тем не менее он пришел к успеху на сегодняшний день мы точно можем сказать что он пришел к успеху и это только первые технологии сейчас завершаются следующие просто уже будут гораздо быстрее на новом витке гораздо быстрее реализовываться потому что уже буквально через этап мы докажем всему миру что краудинвестинга работает что люди могут объединяться и без банков государств или крупных корпораций сами создавать огромные компании корпорации продукты или услуги мы расскажем и докажем на примере что сарафанное радио что разговор от человека к человеку на родном языке когда мы можем пообщаться задать вопросы гораздо лучше реклама чем обычное телевидение журналы либо интернет которое куда-то в воздух показывает кто ее смотрит не смотрит здесь спасибо большое эти 10 прекрасных человек которые здесь сейчас со мной находятся потому что вы заинтересованы вы делаете эту жизнь лучше хотя бы только тем что у вас мысли нацелены на развитие иначе бы мы не присутствовали на данном вебинаре вы бы не слушали про эти технологии экологические какая там кому разница а вам есть разница я понимаю что мы из одного теста действительно подобных людей миллионы уже миллионы и в наших руках поскольку мы деятели в наших руках сейчас с помощью интернета и такой свободы и объединенности действительно делать тот мир вокруг себя который мы хотим поэтому уже очень скоро на наших юниконтах юнитраках юнилайнах будут двигаться большинство грузов на нашей планете автоматизировано без человеческого фактора без так скажем без любого негатива с максимальной эффективностью сыпучие жидкие штучные грузы любые виды контейнеров которые уже сейчас существуют то есть мы просто придем на рынок и переймем огромную часть уже существующей индустрии просто как вот появился телефон мобильный а был до этого пейджер и люди начали выбирать телефон потому что больше возможностей лучше и удобнее и так далее и все и пейджер в какой-то момент ушел примерно та же самая история зачем использовать неэффективные вещи когда есть что-то более эффективное так оно еще и не как телефон и пейджер телефон был дороже чем пейджер а у нас еще и экономичнее получается реализовывать и представляете вот в таких вот контейнерах в скором времени будут перевозиться все наши товары а это значит что не будет застоев не будет простоев мы не будем платить за это время потому что за все платят конечно потребители скорость доставки выше человеческого фактора нету управленца транспортным средством нету все автоматизировано мы сокращаем расходы мы уменьшаем количество времени до момента от момента заказа до момента когда вот она моя вещь пришла я на данный момент дошла мы уменьшаем цену потому что затрачено было на весь этот процесс меньше то есть тем что мы двигаемся в сторону разумности которая предлагает Анатолий Эдуардович изменяется и все остальное в эту же сторону в сторону развития и процветания поэтому дамы и господа даже разработка месторождений будет идти по-новому потому что такое вот транспортная ветка может быть построена везде где не может ни один транспорт пройти и мы сможем получать труднодоступные ресурсы нашей планеты с помощью такого вот экологического варианта то есть здорово что Анатолий Эдуардович продумал множество множество всего конечно и не только транспорт потому что есть вот и разработка как морской порт на шельфе моря сделать то есть отходя от береговой линии чтобы не нужно было там ничего делать это очень дорого земляные работы а там где земля с водой там еще дороже стоят и чтобы сделать этот порт чтобы могли крупные корабли с большим водоизмещением туда заплывать это очень дорого и в постройке и в эксплуатации а тут на наших можно сказать анкерных опорах или промежуточных на шельфе моря стоит транспортный путь куда подплывает любого вида корабль ставит свой груз уже на существующий наш юникон и он с программой сразу же отправляется в другую страну на определенное место скажем какой-то распределительный пункт чтобы привезти эти товары то есть представляете насколько облегченное ускоренное более эргономичное более разумное положение вещей когда груз передвигается так ну и это это частички так скажем как и сам транспорт он конечно масштабен и огромен но это лишь маленькая частичка потому что следующие технологии Анатолия Эдуардовича восхищают вообще до предела его линейные города либо его так скажем экопоселение кластерного типа где может проживать от двух до десяти тысяч человек абсолютно полностью со всем что им необходимо то есть с помощью подобного города у людей будет тепло электроэнергия полное питание и им вообще ничего по факту именно для жизни нет необходимости притягивать снаружи города то есть с помощью автономных городов смогут люди жить более свободно потому что у нас прям у нас над нами будет оранжерея если мы в жарком климате либо теплица если мы в холодном климате чтобы обогревать сделать больше сезон выращивания нашей продукции под нами скорее всего будут определенные вещи потому что сейчас уже для тех кто ест грибы например можно у себя на даче либо рядом с домом делать специальные грибницы из бревен определенно где-то там стучатся определенные виды это все очень интересно и сейчас действительно можно и на продажу и на питание все можно производить сейчас даже говорили про какую-то часть морепродуктов что-то производство морских водорослей невероятно полноценные и насыщенные так скажем продукт и какие-то морские еще существа типа креветок еще чего-то можно прям у себя делать в домашних условиях так скажем выращивать то есть возможность технологии которые предлагает Анатолий Эдуардович это просто будущее а транспорт который мы сейчас создали это настоящее это тот самый маленький так скажем связующий клей который будет связывать последующие проекты Анатолия Эдуардовича потому что везде где будет строиться дорога можно будет снимать асфальтную дорогу например либо большую ее часть из четырех полос две только оставить потому что главный пассажиропоток идет по-другому и туда же нужно будет привезти гумус чтобы засадить это чтобы сделать снова молодозеленно чтобы там посадить что-то плодовое чтобы это приносило пищу то есть там где будет транспортная наша ветка там она сразу же и будет использоваться ну а в конечном итоге наш транспорт сейчас начнет приходить сначала в старые города которые уже существуют то есть в те города в которые имеют огромное количество проблем и это огромная так скажем огромная победа то что наш транспорт подходит не только для новых городов а для существующих тоже то что наши трассы можно построить с любой логистикой сейчас же есть у нас статистика из google maps всех автобусов маршруты снимки с космоса мы сейчас можем в существующих городах с новыми возможностями простроить более разумные пути при том что наш транспорт может проходить как Юницкий говорил в видео перед началом нашей презентации на высоте 60-70 метров между зданиями будет проходить сквозь здание и будет в здании остановка при том что никакого напряжения на здании не будет нестись то есть представляете насколько разумно можно использовать технологию даже в существующей здании никак его не изменяя мы можем модернизировать и принести ту пользу которую придумал Анатолий Эдуардович с помощью подобных трасс мы сможем так скажем несколькими двумя-тремя трассами в существующем городе где-то поперек квартала по диагонали как угодно он может идти и стоять эти анкерные промежуточные опоры то есть мы модернизируем наши города наши города существующие станут более полезные то есть мы сможем откатить назад тот вред который который мы получаем сейчас не будет столько загазованности не будет таких пробок не будет таких часов пик и там и так далее то есть это все дает Анатолий Эдуардович это все дает его технологии и в скором времени мы так скажем подготовили небольшую небольшой плацдарм небольшую базу для развития следующих технологий для продвижения следующих технологий потому что с нашей струнной транспортной системой мы сможем быстрее это дело как создавать так и финансировать одна из важных вещей конечно же зачем Анатолий Эдуардович делает такие большие бизнесы это финансирование последующих технологий огромная львиная доля того что имеет и того что вообще приобрел за эту жизнь Анатолий Эдуардович львиная доля уходит просто в развитие этих технологий потому что цена этого жизнь на планете Земля хотя все начинается с вот такой вот простой технологии пучки струн соединены вместе в специальном корпусе со специальным наполнительным и стальная головка рельса по которой идет стальное колесо с коэффициентом полезного действия в 99% все просто максимально но в гениальных руках это будет новая транспортная революция разные виды трасс для разного направления подвесной навесной вы видите берельцевый слева полужесткий рельс провисающий рельс то есть под каждую задачу Анатолий Эдуардович изобрел протестировал продемонстрировал и просертифицировал решение как можно действовать в данном случае ну и наша пропускная способность с помощью автоматизации с помощью машинного зрения которое есть более 250 датчиков внутри даже маленького средства и наше машинное зрение наружное и внутреннее определяет что есть вокруг какие могут быть опасности и так скажем чтобы вся система объединенная вместе как пчелиный рой как пчелки трудяги действовали сообща то есть каждое транспортное средство каждая промежуточная анкерная опора они все соединены и в общем принимают необходимые решения по заданным алгоритмам и конечно же человек следит за всем этим но по факту это закрывающая технология это та технология которая освободит нас от того чтобы заниматься перемещением она будет перемещать все сама наши можно сказать электрокары можно сказать небесные воздушные потому что будут идти над головами абсолютно никак не загораживая нам солнышко и вся эта интеллектуальная система даст возможность освободить огромное количество человеческих жизней человеческого здоровья но больше конечно человеческих жизней потому что представьте какое количество часов люди сэкономят на том так скажем на том чтобы просто сидеть за рулем автомобиля и как много полезного для себя своих детей своих любимых и близких и для нашего мира они смогут сделать мне кажется человечество 21 века к этому готово наши технологии наши искусственные интеллекты наши компьютеры наши системы к этому тоже готовы безопасность максимальная качество материалов потрясающее так скажем десятикратный запас прочности в разных направлениях и если говорить о безопасности как с автотранспортом в 2000 раз безопаснее чем автотранспорт первого уровня настолько безопаснее наш струнный транспорт второго уровня освободим первый уровень для того чтобы он был безопасен для того чтобы мы могли гулять отпускать наших детей на улицу и не бояться что есть поблизости опасные оживленные перекрестки с огромным количеством потока машин это в наших силах вместе объединившись но сперва необходимо узнать и для себя ответить себе на вопрос а этот транспорт действительно так хорош стоит поизучать и вы увидите что все что я сказал абсолютная правда но любое решение нужно принимать только основываясь на собственных аргументах поэтому собственное изучение вам помощь ну и дамы и господа конечно же хочется сказать спасибо всем тем людям которые приняли такое большое участие ведь без полумиллиона человек этого бы не произошло то есть представляете полмиллиона человек при том что у них есть свои дети свои затраты свои проблемы свои болячки свои желания свои отпуски свои покупки и свое свободное время очень ценное люди решили уделить часть своего времени на изучение часть своих ресурсов кровно заработанных то есть энергии помноженное на знания помноженное на время так скажем превращенные бартером в средства ушли на реализацию того что вы видите насколько важна должна быть цель Анатолия Юницкого что более полумиллиона человек посчитали это настолько важным чтобы отдать часть себя часть своего времени часть своего внимания часть своих ресурсов для того чтобы эта технология была на нашей планете просто задумайтесь и вам станет гораздо интереснее и легче смотреть изучать и поддерживать данное движение ведь SkyWorld Community это действительно та компания которая дает абсолютно свободно возможность всем людям заниматься созидательной деятельностью и дамы и господа у нас остался 15 этап я не уверен что он продлится долго с учетом всех успехов нашей компании потому что то есть строиться он может долго а возможность дать ему средства на котором будет строиться то есть профинансировать эта возможность может закрыться очень быстро потому что ее могут закрыть в один день а потом мы просто будем завершать то есть возможность поддержать проект этот уже не будет а просто будут завершаться все действия которые были указаны в 15 этапе развития поэтому всем кому вы желаете добра кому желаете счастья благополучия и изобилия хотя бы один раз для того чтобы у человека были собственные аргументы для решения поделитесь информации о Анатолии Эдуардовича Юницком пригласите на ютуб на официальный сайт или скиньте ссылку Анатолий Юницкий либо UST либо SkyWorld Community или SkyWorld Community Webinars конечно же можно скинуть сайт unitsky.inj либо наш сайт салон продаж и посмотреть как это уже выглянет unitsky.com вот также есть сайт ust.inc поделитесь чем-то дайте хотя бы одно зернышко окружающим вам людям чтобы у них была возможность в будущем не говорите вам а почему ты мне не рассказал что так вот было же все я рассказывал поэтому дамы и господа я считаю у каждого человека должна быть возможность на собственных аргументах принять собственные решения поэтому весь 15 этап к вашему разборяжению уже в самое ближайшее время мы узнаем когда же будет переход с 23 числа начинается прекрасная акция которая даст по итогам выигравших в ней поездку точнее не поездку а возможность прокатиться на наших транспортах но об этом прочитайте в личном кабинете там более официально более информативно а пока с вами был Артем Курбанов спасибо вам за внимание и с вами была компания Skyworld Community та компания которая сейчас дает возможность абсолютно любому человеку на любом континенте из любой страны на абсолютно любом языке в абсолютно любое время заниматься созидательной деятельностью без ограничения вознаграждения создаем инновационные экологические технологии большое спасибо за ваше внимание дамы и господа всюду куда направлен на ваше внимание то и растет и я благодарю вас за то что сегодня она была направлена в наше общее дело будьте здоровы сейчас продублирую для вас все ссылки которые могу в чате а со зрителями прощаюсь всего лишь до завтра в 11 часов по Москве и на следующей неделе также во вторник в 21.00 по Москве в среду в 11.00 по Москве приглашайте своих любимых близких приходите сами будьте здоровы до новых встреч улыбок до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч